26 ноября 2016 года расскажу о формировке фундука в виде штамбового дерева вот посаженный саженец или как его еще называют отводок высота 30-40 сантиметров это хорошая двухлетка вот они все такие красивые такой вот он уходит зиму что мы делаем весной на этом стволе начинают образовываться такие фиолетовые наплывы из которых впоследствии появятся почки и почки тронутся в рост и дадут побеги мы оставляем две-три почки с запасом нам на самом деле нужно вырастить из этого отводка за первый сезон вегетации один вертикальный побег с запасом мы оставляем две-три почки потому что часто кто-то может задеть побег или почку сломать его либо жук какой-то съезд вот основной побег мы желательно его выбрать повыше вот вторые вторую третью почку запасную мы просто-напросто когда они начнут расти мы их прищепим и на всякий случай ставим на скамейки запасных вот основной побег из основной почки будет расти вертикально вверх рекомендуется рядом воткнуть штырь чтобы он торчал над землей где-то на метр и восьмеркой этот побег к этому штырю подвязывать чтобы он вертикально рост так будет больший и лучший рост ну вот за первый год за первый сезон вегетации вот был посаженный отводок вот до сюда и все что выше это вот выросла за весну лету лето 2016 года далее мы его формируем штамбом как это происходит сейчас покажу на другом отводки обычно мы делаем обрезку и формировку февральские окна ну на одном дереве я покажу вот это обрезанный отводок вот лишний кончик был отрезан штамп и оставил 70 сантиметров вот до сюда все нижние почки были убраны вот эти веточки и оставил они не помешают возможно они даже не покажут первый сигнальный урожай здесь нам нужно из оставшихся почек формировать каркас этого дерева обычно делают четыре скелетных ветки вот для этого оставляют четыре почки растущие в разные стороны и из каждой этой почки пойдет побег это будет скелетная ветка но я опять же оставляю с запасом почки на всякий случай вот весной мы определимся какие почки мы оставим расти лишние почки мы просто напросто прищепим и пусть они еще годик побудут вот двухлетка еще раз схематично покажу значит вот это был отводок посаженный до сюда отсюда пошла самая сильная почка расти здесь мы укоротили отводок вот пошла эта почка за год она нам дала побег ну высотой чуть больше метра вот здесь мы ее отрезали и оставили пять почек пять почек вот из каждой почки образовалась вот такая скелетная ветвь пять ветвей что мы делаем дальше дальше из каждой вот этой скелетной ветви нам нужно ее на одну треть примерно обрезать каждую и оставить две почки из этих двух почек за следующую вегетацию вырастить две ветки еще две ветки которые должны расти в разные стороны чтобы не загущать друг друга значит сейчас покажу что из этого получается вот на другом дереве значит вот кончики я обрезал ненужные здесь почки все по удалял и оставил вместо двух почек по 4 на каждой ветке опять же на всякий случай когда весной почки примутся в рост мы из этих четырех почек выберем две самые выгодные и и таким образом за сезон у нас получится вот пять скелетных ветвей из каждой будет расти по два побега то есть к осени 2017 года мы получим дерево уже с десяти ветками вот на четвертый год делают примерно аналогичную процедуру но на каждой из этих десяти ветвей оставляют по три почки с тем чтобы на четвертый год сформировать из этих трех почек три побега таким образом на четвертый год у нас уже будет на этом дереве 30 веток вот и в дальнейшем они уже в принципе формируют дерево и дальнейшая обрезка заключается только в том чтобы убирать ветки которые растут вовнутрь вот четырехлетка штамм такой низенький получился три скелетные ветки вот середина полностью открытая одну ветку я пригнул в сторону для того чтобы не вырезать загущающую ветку которая идет внутрь кроны я ее так пригнул и вот получилась вот такая чаша в основном орехи получается вот на таких маленьких боковых ответвлениях